На карте развития Югры скоро появится еще один объект. В Когалыме запланировано строительство школы на 900 учащихся и площадью более 20 тысяч квадратных метров. Это позволит снизить количество школьников, которые обучаются во вторую смену. В новой школе будут созданы комфортные и современные условия для получения качественного образования, а также творчества и спорта. С нами на прямой связи начальник управления образования администрации Когалыма Александра Лаврентьева. Александра Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, что это за школа и когда ждать, соответственно, окончания строительства и кто будет там учиться? Действительно, школа в городе Когалыме очень важна и очень нужна, потому что действительно на сегодняшний день порядка 30% школьников обучаются во вторую смену в городе Когалыме. И так исторически сложилось, что два микрорайона, которые находятся рядом со школой, не имеют внутридворовой школы, новой школы. Таким образом, и была необходимость строительства школы в городе Когалыме на 900 мест. Школа, которую мы строим, это привязка школы города Сургута, потому что экономически выгодно было использовать уже готовый проект. Таким образом, мы взяли готовый проект города Сургута. На сегодняшний день, конечно, необходимость и важность того, что дети пойдут в эти школы, потому что нам необходимо будет разгрузить две особенно большие школы, в одной из которых учатся на сегодняшний день полторы тысячи детей. В другой школе учатся 1300 детей. Таким образом, возможность как раз-таки дает нам то, что дети будут обучаться в комфортных условиях и обучаться в одну смену, что очень важно для родителей. На каком этапе сейчас строительство и когда уже школа распахнет свои двери? На сегодняшний день, да, уже готов полностью котлован, практически забиты сваи, которые позволят нам ускорить процесс. Но согласно проекту, завершение строительства мы ожидаем в феврале 2025 года. Таким образом, мы планируем, что к 1 сентября 2025 года наши учащиеся смогут учиться в новой комфортной современной школе. А эта школа будет чем-то уникальна? Чем-то отличаться какая-то изюминка? Совершенно верно. В этой школе, во-первых, будет бассейн, потому что ни в одной школе города бассейна нет. Во-вторых, в данной школе сразу запланированы лаборатории, которые позволят нам реализовать программы профильной подготовки детей. Это технологический профиль, медико-биологический профиль, что очень актуально для города Коголыма. Потому что мы прекрасно понимаем, что профориентационная работа, которую необходимо проводить, она очень нужна и важна. Поэтому, конечно, такие особенности, которые будут в этой школе. Также в данной школе будут созданы условия для реализации программ группы продленного дня. То есть будут спальные комнаты, игровые комнаты. Соответственно, родители смогут оставлять детей на полный день в школе и не беспокоиться о том, что маленькие детки дома остаются одними. Так, ну, для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу такого количества всевозможных секций и помещений, нужен педагогический состав. Главная составляющая. Расскажите об этом. Вот как он будет формироваться? Ну, с учетом того, что я уже проговорила, что мы будем разгружать школы, то, конечно, часть педагогов перейдут вместе со школьниками в новую школу. Но мы прекрасно понимаем, что за три года, пока мы будем строить школу, стареющий состав педагогический, конечно, у нас выходят люди на пенсию. Таким образом, мы проводим активную работу по привлечению педагогов. На территории города Коголыма мы активно реализуем проект, это психолого-педагогические классы, которые работают в нашей школе. И, соответственно, наши дети, наши выпускники потом возвращаются педагогами. Также мы реализуем проект по привлечению, имеется в виду, то есть участвуем в ярмарках вакансий. Выезжаем в город Сургут для того, чтобы привлекать педагогов из Сургутского педагогического университета. Также у нас целевое обучение, то есть ежегодно мы заключаем порядка 12 договоров на целевое обучение. И, соответственно, наши выпускники потом возвращаются в наш город для того, чтобы продолжить педагогическую профессию. Точно так же мы, конечно же, участвуем в различных проектах по привлечению педагогов из других регионов. Потому что у нас в городе Коголыме действует такая программа, что педагоги, которые приезжают в наш город Коголым, в течение трех лет мы компенсируем на им жилья в размере 15 тысяч в течение трех лет. Но и ни для кого не секрет, что с этого года, благодаря губернатору округа, наши педагоги, теперь приезжая из других регионов, с первого дня могут получать сразу все выплаты полярки. Это пять полярок для того, чтобы уровень заработной платы был достоин. Слушайте, ну это очень привлекательное условие. Коголым вообще, в принципе, сам по себе привлекательный город со своими культурными объектами. Но еще, если материальная база подкреплена всем этим, конечно, для молодого специалиста это 100% успеха. Но я вот читаю. Конечно, конечно. Но расскажите, пожалуйста, горожане. Есть же какая-то обратная связь, когда они узнали о том, что будет строиться школа, когда она сдается. Что говорят горожане по поводу строительства школы? Вообще ждут ее? Ну, конечно. Потому что, как я сказала уже выше, два микрорайона, в которых просто не было исторические школы, конечно, они ждут, потому что мы все прекрасно понимаем, что родителям очень удобно, когда рядом находится школа. И в связи с тем, что школа будет современная и с бассейном, конечно, родители прекрасно понимают, что здесь будет решен вопрос и дополнительного образования, и спортивных секций. Что очень важно родителям для того, чтобы не водить ребенка в другую часть города Коголыма. Ну, город Коголым у нас маленький, компактный, красивый, уютный. И к тому же очень много действительно есть инфраструктурных объектов, которые позволяют город сделать привлекательным. У нас достаточно много есть объектов регионального значения. То есть в прошлом году мы открыли теннисный центр регионального значения. У нас шикарный есть океанариум, которого нет. Это мы знаем все. Мы все культурные объекты города Коголыма знаем просто буквально наизусть. И все туры выходного дня, которые организуются туда, проходят всегда со стопроцентным успехом. Александра Николаевна, спасибо вам огромное, что вышли с нами на звязь. И 1 сентября 25-го года пусть школа услышит первый звонок. Спасибо огромное, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.